гаточки всем огромнейший привет вы на канале семья на чемоданах славян насенька наши пацаны и дети я сегодня вас приглашаю в новый выпуск в долгожданной с точки зрения что я очень хотел увидеть это место ты хотела вот насенька тоже хотела вам покажем это водопад который находится в центре анталии сейчас с вами дойдем я думал выпуск начну прямо возле дома но я укладывал мирончику очень долго не мог заснуть и мы уже минут наверное 7 как идем вот и только сейчас он вырубился я могу позволить себе взять уже камеру и начать снимать в общем я не буду затягивать погнали вот та самая мечеть откуда и доносятся звуки призыв к молитве вот так она выглядит красивая греть какие здесь улочки не знаю как она улице это называется экзан это у них аптека кстати по этой улице идем на этой улице очень много банкоматов я попробую название улице сейчас прикрепить здесь будет просто графа вот ну и там уже сможете загуглить большущий магазин техники где продается всякие apple и техники philips и playstation леново ну типа знаете арцелек какой-то я думаю что это наподобие нашего видео либо эльдорадо так сегодня по погоде давайте сразу знаешь что у нас сегодня тепленько 23 градуса люди ходят кто в чем вот я например иду в кофте мне узнаете как в тенечку попадаешь сразу также прохладенько пацаны идут футболка ну и соответственно местные жители то же самое кто просто в рубашечка кто футболка кто даже курска электролюкс еще очередной магазин техники смотрите огромнейший магазин bosch в принципе по названиям говорю тут достаточно взгляд все названия знает естественно конечно какие-то турецкие названия нет но мировые такие как он лжи я вижу вон я вижу бико bosch apple ну все мы это все знаем поэтому нормально жилые комплексы это уже относительно нашего жилого комплекса это прям многоэтажки потому что у нас где мы снимаем квартиру это два этажа и первый этаж под коммерцию то вот три получается территория здесь видимо продается этот участок тоже под стройку и конечно в ближайшем будущем я думаю что однозначно купит бахну здесь еще какой-нибудь отель смотрите огромный магазин самсунга мы вот шли был огромный магазин apple а теперь самсунга вот еще один банкомат это наверное уже 6 мы пока не снимали наличку пока вообще не требуется нам хотя мы продлили жилье здесь еще на неделю и договорились по оплате значит наликом ему отдать вот поэтому в ближайшее время нам надо конечно тоже будет снять наличку вот и с ним рассчитаться на понедельник с ним договорились торговые ряды пальмы шикарно это кстати по моему же эти финики дай или я ошибаюсь здоровски я вот обожаю такие улицы и идешь и вот высоченные пальмы кайф о вистель видите ну вообще все абсолютно привычно для не значит такое мамби я так но вистель все мы знаем вот и еще смотрите один магазин это уже большой мегрос возле нашего дома прямо возле подъезда есть мегрос вам поменьше а этот прям такой достаточно большой вон радюлька догнал меня так я не помню я сказал не сказал начале выпуска идем мы значит на дюдинские водопады картинка когда ты тоже увидел в интернете шикарнейший водопад я очень надеюсь что он именно такой как стой именно такой как и сейчас пойдемте быстрее так нас пропустили опа а вообще здесь есть вот так не не тяни меня за коляску так надо было короче дорог сначала перейти в общем огромнейшие тонны воды срываются скалы прям в центре всего два водопада там дюдинских ни разу естественно там не были да посмотрим и сейчас вам покажем но это прям мечта мечта турции кстати полно скверов вот видите например вот через дорогу они такие все маленькие скверы но типа дельные есть лавочки есть детская площадка прям обязательно причем они такие детские площадки нормальные современные не то что там в россии идешь там смотришь в этот сквер а там уже детская площадка погибает так вот смотрите здесь можно симку купить труб телеком мороженое вот по ценам смотрите 4 лиры 3 лиры 250 орейра 250 это на наши получается 15 15 рублей у нас мороженое орейра стоило бы сколько рублей на 120 вот тут вот 15 рублей мангальчики продают прикольный кстати этот жилой комплекс такой интересный красивый мне прям нравится вообще в целом стать смотрите вот в каждом жилом комплексе в каждом доме снизу первый этаж полностью сдан под бизнес идешь и так вот по улице и он так и бамс целое дерево апельсинов щековой кайфай кстати смотрите детский садик прикольно вот так вот выглядят детские сады в турции я не знаю частный это садик или государственный но выглядит прикольно смотрите как красиво раскрашен архитектура очень интересная и у них там он апельсины тоже растут он валяется один классный да вот нас как говори там русские дети уносится вот такие друзья у нас так мы в общем походу нашли спуск куда нам как раз течет рекой вот пойдем вдоль реки такое у нее течение кстати сильную реки вообще не знаю насколько она глубокая так сейчас вместе с вами подойдем на той стороне вон кафешки а на этой тоже вон есть он там чуть подальше сейчас подойдем вот мне очень сильно не хватает нормального человеческого асфальта вы посмотрите все тротуары либо брусчатка либо вот такой вот камень а где асфальта асфальта нету и как бы с нашей коляске с ней удобно путешествовать но у нее колесики вот такие да прогулочные и верончик там он трясется весь и конечно идти нормальным шагом не получается нужно катить очень очень аккуратно так здесь видите есть переправа на ту сторону через мост можно идти по той стороне но мы продолжим уже идти по вот этой да друзья кайфовенько единственное что не кайфовенько это нет асфальта хотя вот по вот этой вот плитки вести еще более-менее поэтому мне надо туда перемещаться здесь увеличивается так сильно течение реки вообще он там пороге начинается уже просто бешеные сейчас попробую я подойти с вами сюда и вам покажу да обалдеть гляньте что творится это блин немзы им то в сочи или как эти реки которые текут через города все-таки всегда спокойные а здесь только посмотрите какая мощь так смотрите значит здесь парковка здесь значит можно на автомобиле подъезжать вот тут парковаться и идти уже в сторону водопада на той стороне такая огромнейшая детская площадка здесь вот конечная точка троллей этот который трос был натянут вдоль реки это вот и есть здесь зиплайн ой какие здесь виды и мы получается сейчас находимся прямо на возвышенности кто не знает а кстати вот это вкусное мороженое давайте пройдемся сначала ухты да ребятки прямо хотят мороженое сказали деткам сейчас пройдемся немножко и закажем вот качелька есть фото зона так его тут походу первый водопад но слушайте там прям просто обрыв дальше море охренеть это нужно вон туда куда-то идти вот туда вот на угол чтобы увидеть именно этим сейчас и займемся так ну что друзья мы начинаем спускаться вот он водопад мы получается сейчас стоим прям наверху водопада вот такие вот описанные скалы вдоль всей анталии поэтому купаться здесь в анталии можно только на двух пляжах вот на лара и еще какой-то пляж я точно не помню ух вот она водица падает но самый вид откроется именно вот там вот дальше ой кайф установлено очень много фонарей которые вечером подсвечиваются и посмотрите какое испарение идет от водопада я очень надеюсь что вам камера передаст так ладно надо идти смотреть его ну что ребятки вы готовы это увидеть а хренеть посмотрите какая красотища обалдеть это и сверху не искал как-то бьет вода вот это кайф и все это посмотрите как много-много-много установлено солнечных панелей с фонариками все это еще ночью подсвечивается чистейшая водица сюда можно взять видимо в порту яхту можно прям подплыть на корабле на катере сюда ой какой кайф а слушайте но здесь можно стоять бесконечно любоваться этим чудом вообще гляньте сколько людей все любуются сейчас мы с этой стороны посмотрели сейчас вон туда подальше отойдем и посмотрим еще оттуда как бы вот с этой стороны так вот мы значит и прошли дальше здесь есть такие вот телескопы установлены также можно сделать платную фотографию вот музыканты вот так вот сейчас отсюда подойдем и вот так вот люди просто сидят на лавочке кстати наконец началось дорожное покрытие классное ну видите а здесь уже здесь не видно как он падает уже чуть другой угол но концовку водопада самого кайфа не видно мы дошли его до самого конца получается и вот отсюда вы друзья открывается вид который я хотел посмотреть и вам конечно показать какой кайфа просто нереально я не знаю здесь можно просто камеру наверно поставить просто наблюдать классно пацаны вот самый большой чем мы видели нас в турции есть тоже шеринг самокатный правда они еще до сих пор ведь его привязывают к столбам я уже не первый раз вижу вообще по анталии он разброс но по крайней мере вот в районе где мы живем район пара и и вот здесь вот тоже эти самокат есть очень клевенько тут очень уютно люди кстати вон лежат прямо на газоне пикничочек никто не гоняет вечером здесь конечно же своя атмосфера ну и вот он с парк весь для дед для детей хочу показать быка не знаю почему он такой страшный или это корова не не надо туда подходить придет вдруг он набросится на тебя просто из каких-то карданов сваренный прикол вообще вот это детское пространство поближе дамы так подошли ну дельная очень и очень дельная мы конечно не очень любим когда так много на детских площадках поэтому нам мы с ним сказали нет в другой раз вот это либо вечерочком надо сделать либо пораньше утром до доллару до долл доллар съезд в принципе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok